Предположим, вы готовы потратить 85 тысяч фунтов на новую машину. Ну, во-первых, повезло вам, и вы ищете что-нибудь спортивное и немецкое. Что выбрать, заряженный BMW M3 Competition или Porsche 911 Carrera начального уровня, вовсе без опций? Сегодня мы это выясним. Я сравню их дизайн, салоны этих авто, практичность, прокачусь на них, отведу душу, устрою проверку торможения и, конечно, устрою на них старт. И постараюсь не убить какую-нибудь хищную птичку в процессе. Короче, я Мэтт Уотсон, и вы совершенно точно смотрите CarVal. Ну что, народ, поговорим о денежках. Итак. Начальная цена на BMW M3 Competition 75 тысяч фунтов. Конкретно эта модель с разными опциями 87 тысяч. Но это не страшно, ведь можно сэкономить до 6,5 тысяч при покупке M3 Competition через CarVal. Что касается Porsche, начальная цена на Carrera 83 тысячи фунтов. Конкретно эта модель с парочкой опций 85. К сожалению, через CarVal ее не купить, поэтому сэкономить не удастся. Однако можно взять ее через нас в лизинг. Многие из вас, наверное, скажут, да мне по барабану на все это, Мэтт, я смотрю видео чисто по фану. Да как вы смеете. А теперь поговорим о дизайне этих авто, точнее о решетках. Сейчас я изображу обе машины, а вы угадайте, где какая. Готовы? Первая. И вторая. Догадались? Это BMW A1 911. У них есть прозвище, которое я придумал. Этот? Зубы бобра. А этого я называю Zippy. Уж больно он похож на одноименного персонажа из британской детской передачи. В общем, Porsche стараются делать максимально простой дизайн, за исключением здоровой решетки. Ну а BMW себя не стесняет. Выштамповки на капоте, воздухозаборники, крылья и т.д. и т.п. Это модель с пакетом карбон, так что и карбоновые вставки тоже присутствуют. Впрочем, перед Porsche, на мой взгляд, красивее. Теперь сравним зады этих авто. У BMW есть небольшой такой спойлер на багажнике, сделан из карбона. Также довольно заметный задний диффузор, тоже входит в пакет карбон. Эп, полноценные выхлопы довольно пристойного размера. Гляньте, можно даже кулак сунуть. Видите, кулачком разрабатываю, круто. А Porsche попроще, но более приятен в деталях. Мне нравится лайтбар на всю ширину и зацените воздуховоды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и плюс здесь 11. Поняли? Плюс, опять же, спойлер, который убран, пока не наберешь определенную скорость или не нажмешь кнопку в салоне, после чего он приподнимается. Самостоятельно. Наконец, надо упомянуть выхлопы. Они большие. Но они не настоящие. Да, сами выхлопы-то внутри. Такое себе решение. Теперь поговорим о ширине 911. Раньше были две вариации кузова, более узкий и более широкий. Теперь только широкий. В профиле эти авто очень сильно различаются. Это, по сути, третья серия, практичный четырехдверный кузов с некоторыми новшествами. Не уверен, что все они удачные. Например, вот это вот. Классические элементы дизайна, как, например, разрабатываемые кулачком зеркала, тоже никуда не делись. Что-то я злоупотребляю кулаком с этим авто, нет? Хорош. Больно. Это классическое заниженное двухдверное купе. Классические формы 911. Красиво. Что касается колес, позади 20 дюймов, 19 спереди, точно так же, как и у BMW. Ого, просто роскошно. Мне нравится. Теперь немного поговорим о езде на этих авто. Начнем с торможения. У BMW, разумеется, продвинутые тормоза по сравнению с обычной третьей серией, диски 380 мм спереди, шести поршневые суппорта, позади диски 370 мм и однопоршневые суппорта. Если часто выезжаете на трек, имеет смысл взять опциональную карбон-керамику, но это влетит в копеечку. Это часть опционального пакета ценой 8,5 тысяч фунтов. У Porsche же тормозные диски 330 мм и четырехпоршневые суппорта и спереди, и сзади. Карбон-керамические тормоза доступны только если взять еще и колеса большего размера 20 дюймов спереди и 21 сзади. В общем и целом все это обойдется в 8 тысяч фунтов, почти столько же, сколько и у BMW. Ладно, давайте-ка сейчас проверим торможение на этих авто. Так, проверка торможения с 96 км в час. За сколько остановится это авто? Начинаем. Итак, посмотрим тормозной путь. Да ладно, 30 метров. Это, ну, очень хорошо. Ух. Так, теперь проверка торможения на BMW. То же самое, аварийное торможение с 96. Начинаем. Остановились. За 33 метра. Неплохо, но чуть хуже Porsche. Давайте сравним звучание авто, если поддать газку с места. Ну-ка, послушаем Porsche. Хм, похоже, что тут отсечка оборотов. Теперь послушаем BMW. О-о-о-о, да, тут никаких отсечек. Большое спасибо, BMW. Теперь сравним, как сидится водителю в обоих авто. Совершенно очевидно, что это спорткар, низкая посадка, идеальное положение руля, передняя панель высоко и отсылает к дизайну оригинальных моделей 911-го, как и приборка, а еще здесь аналоговый тахометр по центру, остальные приборы все цифровые. Хотя рулевое колесо немного загораживает эти приборы по краям, что не есть хорошо. Качество сборки добротное, материалы вроде дорогие, но в этом плане не все идеально, в чем бы убедитесь, когда мы устроим старт на этом авто и будем замерять разгон до сотни. Так что досмотрите до этого. Сидения мне нравятся, хорошие, приятный узор, это Porsche 911, ощущается по-особому. Но есть тут один раздражающий меня недостаток, информационно-развлекательная система, не очень удобная в использовании во время езды, так как значки маленькие, но главная моя претензия, нет поддержки Android Auto, только Apple CarPlay. У меня телефон Samsung, ну люблю и Android. Че такое? К счастью, у системы BMW есть поддержка и Android Auto, и Apple CarPlay, да еще и беспроводная, и в целом система у BMW, на мой взгляд, получше. А вот приборы я предпочитаю у Porsche, уж больно у BMW, они мрачные и унылые. Зато довольно информативные. Все же тут много всяких технологий, проекционный дисплей, например, очень четкий и наглядный. Этот салон тоже сделан весьма добротно, кожа повсюду, приятно, и много карбона здесь, и на руле, и лепестки переключения передач, тоже сделаны из карбона. Эти сидения в комплекте пакета карбон за 8000 фунтов, который включает и стайлинговые изменения, добротные, с карбоновой спинкой. Карбоновая крыша в стандартной комплектации и без пакета карбон, но вернемся к сидениям. Сидится в них замечательно, но есть два нюанса. Во-первых, в них может быть непросто сесть из-за высоких боковин, а во-вторых, тут вот такой карбоновый разделитель посередине, жесткий, мешается и вовсе не обязательно. В остальном, тут, конечно, не так спортивно, как в Порше, однако можно опустить сидения, ну, очень низко до неприличия, хорошо при езде по треку, но в городе как-то не очень, ведь ничего не видно. Подниму-ка я сидение, как бабка старая. Я бабка, за рулем М3. Руль совсем рядом. Здесь много всяких усовершенствований по сравнению с обычной третьей серией, таких как селектор М, который позволяет настраивать резкость переключения передач, также кнопки режим М, можно настроить машину именно так, как вам надо, нажать и перейти к этим настройкам. Можно даже повесить настройки с выключенной системой стабилизации, чтобы разогнаться как следует очень и очень быстро. Как-то неудобно сидеться, кущухая сиденья, пожалуй. И пофиг, что ничего не видно. Пофиг. Наконец, то, чего вы так долго ждали. Сравним их двигатели. Это двигатель S58 BMW, проговариваю специально для фанбоев Бэхи. Трехлитровая рядная шестерка Твин Турбо, мощность 510 лошадей и 650 ньютон-метров момента. Здесь стоит восьмиступенчатая коробка с гидротрансформатором, не с двумя сцеплениями, как на старом М3. Это модель заднеприводная, хотя можно взять и полноприводную. Тем не менее, говорят, что заднеприводная модель разгоняется до сотни за 3,9 секунды, но это проверю, когда стартую на ней чуть позже. У Порши на двигатель не полюбоваться, для этого надо заехать на эстакаду. Короче, он расположен в задней части, классический 911. Как и у BMW, это трехлитровый шестицилиндровый Твин Турбо, однако не рядная, а оппозитная шестерка. Что касается мощности, 385 лошадей и 450 ньютон-метров момента. Конкретно эта модель заднеприводная, хотя также доступна и полноприводная. Восьмиступенчатая коробка, но так и с двумя сцеплениями. Меньше мощности, но коробка с двумя сцеплениями. Повлияет ли это? А сейчас узнаем. Говорят, что 911 Carrera разгоняется до сотни за 4,2 секунды. Давайте проверим. Даем показам, тут все просто. Сперва зац был не очень, но теперь все... О, как быстро! Типичный Порше. От нуля до сотни за 3,8 секунды. И это модель начального уровня. Обалдеть. Попробуй еще раз. Так, все просто. Никакой мороки. Левая на тормозе, правая притопить. Все готово. Поехали. Вот буксовочка. Сработал голосовой помощник. В этот раз помедленнее. Пробуксовочка. Что вы сказали? Заткнись, заткнись, говорю. Отказать? Отказать? Голосовой помощник, сделайте запрос. Нет, отвали. Подождите, пожалуйста. Чего ты все еще болтаешь? Пожалуйста, выберите запрос. Отмена. Голосовое управление отменено. Кнопка голосового управления тут. Что-то грохочет, слышите? Вот эта часть. Кладу сюда локоть, не шумит. Косяк. Ладно, последний старт. Хорош зацеп. Ох ты мой. 3,76 секунды. Это просто потрясающе. Говорят, что если взять пакет спорт хрона, там будет такое колесико на руле, где можно переключить на режим спорт плюс, которого тут нет, и разгоняться авто станет еще немного быстрее. Не уверен, как это, но вот. Что ж, стартую на BMW. Увы, придется отключить систему стабилизации, что немного тревожит. Ну да ладно. Давай. А, слушайте, зацеп неплох. 4,2 секунды. Помедленнее, Порше. Так, попробую еще раз. Интересно, что стартуется вторая передача. И сейчас тоже помедленнее, 4,32 сотых. Такое ощущение, что пытается справиться с пробуксовками, хотя стабилизация вроде выключена. Раньше-то мне удавалось разгоняться быстрее 4 секунд на старом М3. Может, дорога обеспечивает не лучшее сцепление. И, конечно, с переднемоторной компоновкой здесь нет распределения большей массы на заднюю ось, как у Порше. И, следовательно, изначально зацеп похуже. Последний шанс BMW. Ну что ж. Чуть лучше. 4,04. Быстрее, но все равно медленнее 911. Может, этот BMW стартует и похуже Порше, зато... Это семейные автомобили, можно в легкую стартовать с пассажирами позади. Гляньте, много места коленям, сверху тоже, и такие задние двери. Удобно садиться назад самому или устанавливать детское автокресло. Даже массивное, обращенное назад, что мне лично скоро пригодится. Узнаете зачем, ближе к концу видео. Позади в Порше несколько хуже. Честно говоря, заставлять кого-то сидеть вот так, это нарушение прав человека. Ну, все равно, спорткар с задними сидениями, которыми можно пытать людей. Перевозить багаж в Порше тоже как-то не очень, потому что объем переднего багажника всего 132 литра. И, взгляните, я не помещаюсь. А вот у BMW объем багажника 480 литров. Так что я вроде как помещусь. Хорошо, плюс рычажки, которые позволяют отпустить задние сидения. Видите? Вполне себе семейное авто. Несмотря на солидную мощность. Так. Ну же. Удись за роги. Теперь давайте поговорим о ходовой. Разумеется, М3 основан на BMW 3-й серии, но у него усиливающие конструкции под капотом. Также заниженная спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами. Также поменяли подрамники подвески, которые теперь крепятся непосредственно к кузову авто. Также на задней оси дифференциал повышенного трения. Переходим к Порше. Это по сути уникальный спорткар, не правда ли? Поэтому он, ну вот такой. Адаптивные амортизаторы в стандартной комплектации. Ну как бы и все. Нет дифференциала повышенного трения в стандартной комплектации, видимо, поскольку веса на задней оси столько, что он в принципе и не нужен. Хотя, конечно, он доступен в качестве платной опции. Если вам интересно, что тут за грязь, это я проехался на нем по треку. Налетело с колес. Уделал бока. Впрочем, не переживайте, наиболее уязвимые места покрыты защитной пленкой. Кстати, как и у BMW. Ну вот, давайте проверим езду на этих авто. Так как же едется на этом 911? Для повседневной езды вполне расслабленно. Удивительно, до чего он подходит на каждый день. Обзор отличный, коробка работает относительно плавно. В нормальном режиме. Слушайте, неровности проходят жестковато, но не сказать, чтобы некомфортно. Нормально. Руль довольно увесистый, но не чрезмерно тяжелый. Мне очень нравится. Собственно говоря, здесь есть ровно одна черта 911, которая меня бесит. Во время долгих поездок, ну, очень много шума от колес. В этом плане все очень плохо. Может, это из-за того, что сидишь очень близко к этим здоровенным задним колесам. Просто сводит с ума. Вот если бы сделали здесь шумоизоляцию получше, решили проблему с шумом от колес, это было бы отличное авто для повседневности. И мне кажется, многим стало бы проще объяснить покупку этого Порша. Как бы то ни было, все это ерунда. Люди покупают такое авто для активной езды. Поставлю его в режим спорт, ручной режим коробки, беру управление на себя. Не знаю, слышно ли вам, грохот не только в двери, но еще кое-что грохочет. Довольно неожиданно слышать такое в Порше. Впрочем, при разгоне об этом быстро забываешь. Эта машина – самая настоящая пушка. Ехать одно удовольствие. Ты вовлечен в процесс, поскольку двигатель тут позади, и нос довольно легкий. Есть риск не довернуть, если поддать ходу. Надо постоянно следить за этим. Приходится контролировать. Блин, едва не сбил какую-то хищную птичку. Господи, пришлось затормозить, не хотел избивать. Так вот, о чем это я? Приходится следить за этим. Во время слишком резвого набора скорости авто не доворачивает. Зато уж набирается скорость быстро, поскольку основной вес позади. Оно немного просаживается, а потом вся мощность четко идет на эти массивные задние колеса. Многие думают, что задний привод подразумевает разбалансированность авто, но это не так. Порше! Делают заднеприводные автомобили с 60-х годов, и они решили все возможные проблемы с управляемостью зада. Все очень даже ровненько. И система стабилизации работает отменно, следит, чтобы все было в рамках приличия. Водить эту машину одно удовольствие. Надо лишь ехать, как подобает 911-му. В этом вся суть. Такая добротная машина. Люблю я 911-е. Есть у меня один старый, и такой я тоже себе хочу. Однако, есть один аспект, в котором новый 911-й хуже моего старого, и речь о звучании. Во-первых, из-за турбин приглушается звук выхлопа, а во-вторых, современные законы и фильтры твердых частиц, из-за которых Порше стали звучать хуже, чем раньше. Но все же оппозитные шестерки решают. Так, теперь проверим езду на этом BMW. Опять же поставлю самый комфортный режим. Первым делом замечаешь тормоза. Довольно хваткие. Чуть нажал, ничего, чуть сильнее, бэм. На треке, наверное, самое то. Но мы спокойно едем. Вполне расслабленная машина. Можно поставить тихий режим выхлопа, и тогда особо ничего не слышно. По сравнению с обычной третьей серией, подвеска тут жестче. Неровности на дороге ощущаются отчетливее. И вообще ощущений чуть побольше, чем в Порше. Немного дерганее, чем там. Порше был более жестким. То есть на большой яме Порше сделает клац, а тут проезжаешь мягче, когда амортизаторы в самой мягкой настройке. Но вот мелкие неровности ощущаются больше. А вот с чем-то точно получше, чем в Порше, так это с уровнем шума от колес. То есть не сказать, чтобы совсем тихо. И в долгих поездках шум может утомить, но все равно не так плохо, как в 911-м. Рулежка легкая, как раз для маневрирования. Хорошо при повседневной езде. Но я сейчас быстро поставлю спортивный режим, так как я уже заранее задал нужные мне настройки, надо лишь нажать эту кнопку, и... Все, пожалуйста, поставлю и ручной режим. Ну вот, погнали. Пусть разгон до сотни здесь не такой быстрый, как в Порше, однако у этого двигателя определенно больше тяга. Он по-настоящему бешеный. Еще и более звучный. По ощущениям езда тут более живенькая, четкая. Поскольку нет перевеса на задней оси, может возникнуть избыточная поворачиваемость. Ну и поскольку больше веса спереди, меньше недоворачивания. Рулежка чуть более четкая, чем в Порше, хотя мне-то больше нравится, как ощущается рулежка там. С Порше ты летишь по дороге на высокой скорости, а тут скорее... Оседлал зверя. Опыт, конечно, интересный. Однако, при этом ощущается уверенность, хорошее сочетание безумства и возможности его обуздать. Вот этот двигатель, ох, как он мне нравится. Резина тоже добротная, эти мишлены отличные. Просто зверюга, ты очень вовлечен в происходящее на дороге. Переключает передачи, тоже хорошо. Пускай коробка с гидротрансформатором, а не двумя сцеплениями, как у Порше. Однако же... Переключает быстро, а при спокойной езде самая малость более плавно, нежели Порше. Бывает, при спокойной езде в Порше снижаешь ход, клац, и коробка сбрасывает на первую. Тут такого нет. Тоже классное авто. Трудный выбор будет. Очень и очень трудный. Итак, каков же мой вердикт? Какое из этих двух авто лучше? Новый BMW M3 Competition очень хорош. Очень многое у него получается отменно. И я на нем езжу каждый день, так что люблю его. Но знаете, Порше победил. Да, он еще более спортивный и по ощущениям чуть более особенный, нежели BMW. Собственно, именно это авто, сорян, я бы хотел забрать и оставить себе навсегда. У меня на следующей неделе родится ребенок, в смысле не я рожу, а моя девушка. И вроде детское автокресло поместится назад. Так что беру Порше себе. Извини, BMW. А как же коляска? А, да. Простишь меня? Я передумал. Возьму тебя. Да и не особо я расстроен, ведь это тоже отличное авто. Если вам понравилось видео, дайте нам знать, влепите лайк. Также напишите в комментариях, что вам больше приглянулось, Порше или BMW. Нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть другие видео, а если хотите зайти на наш канал и посмотреть, что у нас там есть, нажмите на значок по центру. Спасибо за просмотр.